здрасте дорогие друзья меня зовут соломон очень приятно там будет первая лекция во икра надеюсь что вам очень понравится изначало я уже извиняю что русский язык он так себе потому что я родился в россии жил там до маленького года и потом мы переехали в израиль так и говорю по русски но есть иногда смешные ошибки что вам понравится надеюсь что всем тоже будет смешно в этом теме и большинство ночи что мы будем говорить вещи что мне очень интересно это качество характера человека и это вера называется тоже ему на на иврите эти можно сказать эта работа что она самая тяжелая для нас в духовном материальном потому что эта работа что она не заканчивается она никогда не закончится до нашего последнего момента в этом мире потому что нам нельзя думать что когда-то наш характер он уже будет отличные сто процентов имеет ввиду что все больше у нас не будет гордости в этом мире или мы больше не будем и злые или всегда у нас будет вера такая сильная что если нас кто-то обиде так мы всегда будем говорить этого цена шема или если нам кто-то там не знаю с нами некрасиво по бизнесу поступил так мы будем думать что ага да это тоже это рецена шема рецена шем это желание всевышные а так я думаю что каждый из нас знает его проблемы их есть и я не должны быть потому что мы пришли в этот мир чтобы работать на вот эти вещи потому что мы тут в этом мир это называется о лама вода мир работы чтобы мы тут правда работали на наш на вот эти вещи и чтобы мы помогали один второму это беседа это не будет логическая беседа или что-то такое это я с вами учусь вместе я сам себе делу вот этот тренинг чтобы я стал лучше в этом и чтобы мы вместе толкали один второго так тут нету никакого то вещи что они по логический закону каждый может это взять себе как он думает правильно и идти вперед в этой работы и так начнем до этого что мы будем говорить вообще чё это качество характера человека как можно это изменить что надо делать как поступать и учить скажем один урок на гордость 1 1 урок или не знаю сколько урок можно учиться на веру на ему на сначала хочу начать и самое как будто проблематичная вещь что имея в виду проблематичная вещь это неважно сколько мы будем работать на наши характеры на наше качество характера на нашу веру такие вещи в конце какой-то момент мы упадем имеет в виду что если мы сейчас будем говорить про гордость я постараюсь с этого дня учиться на гордость как это плохо как это надо верить в ашема только потому что кто гордый то иметь в виду что он сам все может делать и вот сейчас он думает что и он может измениться и такие вещи все больше не буду гордый я буду или они будут злой или я буду всегда с моей женой красиво разговаривать или я буду всегда моего маленького ребенка слушать и такие такие вещи мы увидим что в конце мы какой-то момент особенно когда мы будем учиться больше и обратить внимание больше на вот эти вещи мы будем увидеть что мы падаем на вот эти ситуации и как я сказал изначало мы падаем потому что это наша работа так самая важная самая важная вещь это понять что если мы в чем-то не успешно сделали если мы упали в какой-то ситуации вот эти качества характера нам нельзя быть в грусти нам нельзя говорить тебе мы ничего не стоим это как сказал рабин ахман из браслев кто слышал это имя думаю что сегодня все это слышали он говорит на третий н е уж балам клал там я веду никогда в этом мире нету слова секунду мне было это тяжело найти это слово это называется очень и нету в этом мире даже капельки очень и никакую не какую это было его центральная моту кто был в израиле он может быть миллион наклейки с такие наклейки на автобусах на двери везде большинство из людей даже не знают что это вообще рабин ахман в его книге в ликуте муаран это его центральная книга что это вообще целая тора он вообще на вот этой фразы он обработает ее и говорит что это имеет ввиду что у человека никогда он не должен быть какой-то моральной плохой ситуации и мы нам еще очень важно понять это что каждый весь жизни тоже особенно духовно тоже материально самые сильные люди что стали и самые люди успешны это люди никогда не говорили о я такой крутой такой сильный мне ничего не надо это наоборот это люди что когда они упали куда-то они стали тоже рабин ахман говорит что нам надо иногда падать на какое-то место чтобы подняться выше это имеет ввиду вот скажем если мы возьмем граф какой-то вот скажем я сегодня нахожусь вот тут окей я сейчас упал в какой-то ситуации сделал какой-то грех я не знаю обидел кого-то скажем да я упал очень веры мне делал там какую-то вещь что не надо мне было делать как я нахожусь вот тут но я сейчас когда я нахожусь вот тут вот граф если мы берем этот граф я был тут сейчас я упал, если тут я делаю хэшбон нефеш, хэшбон нефеш, это имеет ввиду, что я проверяю себя, как я могу быть лучше, я стараюсь, я молюсь за этого, я потом могу начинаться и подниматься чуть-чуть выше, даже где я был изначало, имеет ввиду, что мы упали изначало, чтобы стать и быть на высоком месте, получше, так это работает духовно, это тоже работает материально, если мы берем спортсмены, все может не знаете, все знают или нет, скажем берем Майкель Джордан, Майкель Джордан самый знаменитый спортсмен, кстати спортсмен, что делает больше всех денег до сих пор от рекламы даже, до сих пор кто знает там его брендер Джордан и такие вещи, когда ему было где-то плюс-минус в колледже, он еще играл или это же была высокая школа, айскуль называется на английский, ему говорили вообще, что он ничего не стоит, он может не пойдет на старшую команду и сегодня мы все знаем, кто-то Майкель Джордан, так на Стив Джобс, я думаю все слышали, что когда он был в Apple Management, ему говорили, его хотели, его уволили вообще, он был CEO, главный менеджер, и так люди, они в конце мы растем от самой тяжелой ситуации, так нам всегда надо запомнить и опять, я буду это говорить может еще даже сто раз, каждую опцию, что у меня есть, я говорю это себе, потому что когда мы увидим, что мы наоборот обратим внимание больше, мы сейчас учимся и мы молимся на вот эти вещи, нам будет намного-намного тяжелее, как будто будем думать, вау, как мы можем столько падать, как я могу быть такой гордый, как я могу всегда так злиться, почему у меня нету веры к Ашему, почему я такой, я хожу молиться, я учусь в Салахот, я все законы делаю, мясо, мясо с молоком, там посуду, я молюсь три раза в день, я ставлю тфелин, я все делаю, это арат мишпаха все соблюдают, но вот эти вещи, что-то себе, я как-то так не самый, как сказать, не самый перфект еврей, и это так должно быть, сейчас я объясню тоже, почему вот эта ситуация у нас бывает, наша цель в этом мире, это понять, что наш экзамен, это не если мы падаем или нет, это если мы упали куда-то, но потом мы стали от этой ситуации, вот этот наш экзамен, вот это мы должны вспомнить всегда, это опять, это может быть, конечно, в духовном, это входит тоже в материальном, потому что от этого только растут, и Ецерара нам будет говорить всегда, что вы это не стоите, зачем вам это, вот смотрите, вы как хорошо соблюдаете шаббат, все законы еврейства вы делаете, все прикольно, вы как молитесь, вы не можете сейчас учиться и думать, как я буду перестать с этими характери качествами, как я не буду падать на грусть, когда мне плохо идет, все, это ты такое, оставь это, не надо на это работать, ты грустный, ты грустный, ну что делать, жизнь такая. Нет, это что, что Ецерара хочет. Кстати, тоже Рабин Ахман про это говорит, что Ецерара, ему не интересно, чтобы мы делали грех, ему это интересно, но это не его центральная цель, его центральная цель это, чтобы после греха мы упали, потому что если мы упали, потом мы находимся в грусть, мы ничего не хотим делать, и это имеет значение, что мы говорили изначально, что если мы были тут, и грех нам помог, потом грех, мы упали, гордость, неважно, мы не ходили по качеству веры, если мы пошли сюда, мы потом не поднимаемся, а вот это Ецерара, что он хочет, он хочет, чтобы мы пришли сюда, это сам грех, это где мы упали, а потом остались внизу, и вот тут мы сказали, вот она мне стоит, я уже так себе, я не такой, не могу быть такой хороший еврей, я не Давида Мелех, я не Авраама Вину, я не Аков, у них есть вера, они такие, Йосефа Цадык, это они уже люди там в Торе, я простой, я не для этого, я могу делать там, соблюдать шесть часов между мясом и молоком, и все, оставьте меня. Нет, это Ецерара, что он хочет, он будет вам стучить в дверь, он будет вам сидеть вот тут, вот тут, везде, другие люди вам будут через него говорить, вы что сейчас думаете, что вы сейчас будете какие-то 100% человеки, вы у вас будете такие, качество характера такого хорошего, вы что думаете, что вы такая жизнь, мы такая мир, все, спустим голову, и все, это что есть. Нет, нам нельзя быть в этой ситуации никогда. Вспомнить, что если у нас что-то случилось, не пошло как мы хотели, даже, что мы молились за это, не знаю сколько раз, даже если мы учились на это, не знаю сколько раз, как мы говорили, нету никогда никакой очени, никогда, 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 неважно в какой ситуации, это мы должны говорить себе каждый день, по три раза в день, скажем вот так, утром, как есть шахарит, минхарвит, человек встал, сделал беркота шахар утром, говорит это себе, вечером, то что он идет спать, и в середине дня он делает какую-то медитацию полсекунды, говорит, что он никогда, у него нету никакой очени. Что, что интересно нам в этой ситуации, как Раби Нахман говорит, что тоже нету никакой очени, мне его когда-то спросили, скажи Раби Нахман, если сегодня, вот ты такой кошерный человек, если сегодня тебя бы спросили, что случилось бы, если сейчас ты сделал какой-то самый огромный грех, или не знаю, что ты такое, что-то плохое бы сделал, как ты бы себя ввел, как ты бы реагировал? Раби Нахман ответил очень простой ответ, он сказал, Раби Нахман ответил очень простой ответ, он им говорил, я стану утром, я начну изначало, я буду кошерный человек, как я был. Вот это тема наша. Он типа говорит всегда, Раби Нахман, оставь, что было, что было, это уже сзади тебя, начнись изначало, это новый лист, ты каждый день встаешь изначало, ты новый лист, думай, иди вперед. Что было правильно, мы делаем чува, мы можем тоже про это говорить, кстати, у Раби Нахман, одна из больших вещей, что он не принес в мир, в мир это еще и Аковину принес вот это, но он типа, я не знаю, как это слово сказать на русский, но он сделал это очень, как, про эту тему очень много начал обсуждать, это идбодедуд, идбодедуд, это молитва с человеком, это лично молитва человека между Ашема, это не, это в его слова, нету для этого времени, это может быть каждое время, нету там какой-то седер молитвы, что там надо читать, как у нас молитва шмонесры, это вот эта молитва, и там Раби Нахман говорит, сделай твой хэшбонэфэш, хэшбонэфэш это ты проверяй себя, сделай твое учебу в это время, и потом все, начни изначало. Из-за этого Раби Нахман говорит, нельзя никогда падать, и если там что-то упали, так все, все нормально, мы с тобой изначало. Это, конечно, мне дает опцию, что говорить, а, окей, если я сейчас что-то там буду гордый, я сейчас не буду красиво с людьми говорить, ну, нормально изначально, нет, изначально нам нельзя говорить такие вещи себе, мы должны делать нашу 100% иштадлют, как говорят, иштадлют это стараться делать, что как мы можем самое хорошее, но если мы, у нас не пошло как мы хотели, как надо, ничего, мы стоим опять на ногах, и идем опять вперед, и сильнее, и лучше. Где мы тоже видим вот это, что нам Раби Нахман говорит, и что мы должны на это смотреть, это молитва Шахрид, каждый день мы говорим, это имеет в виду, что изначает мир, означает создание мира каждый день из нового. Так мы видим, что каждый день что-то новое остается, и так мы должны быть новыми. Взор книги тоже говорят, что олам, что создается до этого, мы говорили, мир создается, олам это тоже мир, создается каждый день изначало, и тоже человек, он называется взор олам катан, маленький мир. Имеет в виду, что мы тоже создаемся каждый день изначало, и из-за этого мы должны понять, что мы должны всегда вставать изначало, стараться, учиться, не пошло как мы хотим, ничего не страшно, всегда вспомнить, мир, и мы как маленький мир, мы создаемся каждый день изначало, мы хотим что-то сделать сегодня, каждый человек хочет начинать сегодня какую-то диету, сегодня ему не, он говорит, не знаю, опять я хотел сегодня шоколад есть, я спортом не хотел заниматься, было, окей, не говорю, что завтра, ты говоришь, ладно, все, я больше эта тема не для меня, не, я ошибся, я плохо что-то сделал, я встаю изначало, завтра новый день, каждый, кстати, каждый секунду это новый день, это новый мир, что мы можем что-то изначало делать, и мы идем всегда вперед. так спрашивается сейчас, как мы можем вообще, вот эти вещи, что это качество характер, как мы можем изменить, там можем сейчас учиться тут, каждый день 10 часов, это все будет прикольно, все будет интересно, от этого выйдет, может хорошо, но не очень хорошо, потому что в конце, качество характера, вера, такие вещи, это просто работа, это тяжелая работа, ее надо работать, и на нее надо работать всегда, и как мы говорили изначало, ситуации будут, что когда-то мы упадем, когда-то в этой, в этой работе, так первую вещь, чтобы, я скажу сейчас, три точки, что как мы можем быть чуть-чуть получше, в этой работе, первая вещь, мы говорили изначало, это что нам нельзя, никогда сдаваться, нельзя никогда руки поднимать, вторая вещь, то надо понять всегда ситуации, где нам может быть тяжело, когда мы хотим, изменять, подчинить наш, наш характер, нашу веру, скажем, человек, он знает, что у него есть ситуация, что он всегда злится, скажем, у него есть проблема, он злится, он должен поискать себе какие-то моменты, где он знает, что он злится много, и до этого, что он заходит в этот момент, до этого, что у него вот эта вспышка начинается, он минуту, час, не знаю, смотря какая ситуация, он сейчас говорит тебе, я сейчас захожу в Нисайон, Окей? У меня сейчас будет ситуация такая, что я от нее могу или расти, я могу сейчас сделать какую-то работу, что я стану чуть-чуть получше, или опять я вернусь, где я буду. Скажем, давайте возьмем шаббат. Шаббат иногда всегда надо готовить, особенно у кого есть семья, там дети маленькие, надо бежать туда-сюда, успели, не успели, особенно сейчас, шаббат заходит очень рано. Конечно, кто работает из таких, даже в пятницу работу, так вообще-то тяжело бегать туда-сюда. И понятно, когда человек заходит дома, скажем, муж заходит дома, он видит еще там, не знаю, он пошел, сделал покупки, все что надо, и там как-то там дети не сделали, что надо, жена там еще не успела чего-то, и начинается какой-то конфликт. Человек знает до этого, что он заходит, скажем, домой, он уже нервный, потому что ему надо успеть прийти из работы, ему надо успеть помыться, ему надо бежать в синагогу, ему надо, чтобы было подготовить свет с жены, все, чтобы было готово. Он знает, что он заходит в какой-то ситуации, что у него есть нисайон. Он должен до этого, понимаете, вот, я захожу сейчас в дом, до, там, не знаю, полчаса до этого, что шаббат заходит. Это для него, это его нисайон. Он должен понять до этого, что это у него будет какая-то ситуация тяжелая. Одинаково может быть человек, что делает с каким-то, не знаю, он делает бизнес, и он знает, что всегда кто-то, что у него покупает, скажем, какой-то товар, и это, типа, его прибыль, он всегда знает, что вот когда он ему посылает какой-то там прайс-лист, он уже ждет, пока тот ему позвонит и говорит, я хочу продукты 1, 2, 3, 4, 5, и он ему там скидку сделал, он говорит, и он сидит по телефону и думает, ну, почему он не звонит, почему он это, почему он не звонит, почему, и так и начнет падать, быть грустный чуть-чуть, а может я ему цену неправильно дал, а может я как-то с ним, не знаю, мой композитор дает ему условия получше, и вот так он сидит и думает, уа, я неправильно себя вел, сейчас я там не заработаю, такие вещи. Человек должен знать, когда он дает, он делает какой-то там бизнес-акт какой-то, такие ситуации, он должен понять, что окей, сейчас он знает, что его характер, он всегда уже хочет закрыть вот эту транзакцию или заработает уже на нее деньги, он должен понять, что тут у него тоже есть какой-то нисайон, и он должен работать на его веру, что Ашем ему даст параносу. Третья точка, что мы будем просить, что мы будем, это мы будем просить, потому что мы будем молиться, ну, что нам поможет быть лучше в качестве, характера наша, это молитва. Вообще без молитва мы ничего не стоим в этом мире. И Рабин Ахман говорит нам, если ты видишь, что в каком-то месте что-то не хватает, это имеет в виду, что на него не было, это имеет, что на него не хватали молитвы. Мы должны понять, особенно в качество характера, что мы тут, и это все желание Ашема. Если мы не будем молиться за, скажем, мы сейчас учимся, вот этот урок у нас был, как мы не будем падать, не будем грустны, если мы когда-то учились на наш характер, и мы его хотели как-то изменить, быть лучше, чтобы наши качества характера были лучше, и у нас так не пошло. Человек должен молиться за этого, потому что если он будет сам думать, что он может это изменить, это имеет в виду, что у него есть две проблемы. Одна проблема, это гордость, что он говорит, зачем мне тут Ашема, я могу, я сейчас буду читать, вот я слышал урок о Соломоне, вместе мы все слушали урок, я читал книги, я делал то, я делал то, все, я такой умный, я все, все могу, мне дали все инструменты, зачем мне сейчас молиться. Так это имеет в виду, что он гордый. И вторая вещь, это имеет в виду, что он вытаскивает Ашема из его жизни, потому что на каждую вещь мы должны молиться, чтобы нам Ашем дал, не важно, если это духовно или материально. Много люди, кстати, много люди это не делают, потому что, особенно в духовном, кстати, материальном, люди просят Ашем, вот я сейчас постарался, не знаю, инвестировать в какую-то вещь, вот Ашем, пожалуйста, помоги мне, дай мне хорошую парносу. А в духовном люди учатся какую-то вещь. И это типа как теория какая-то, это прикольно, это сидит хорошо на душе, на сердце, но надо с этим что-то сделать. Чтобы мы были сосудкли для этого, надо молиться. И надо всегда просить, вот скажем, есть Рабинатан, это был самый, можно сказать, знаменитый ученик вообще в мире Хасидут, и вообще, если смотрим, как можно взять классическую модель от Тальмид, ученик, от его раввина, это Рабинатан, Рабинатан вообще, все книги, что вы знаете сегодня, кто знает от Рабинахмана, это Рабинатан особенно писал от его, от Рабинахмана слова. И вот так создались все книги Рабинахмана и вся его теория сегодня. Что Рабинатан сделал, очень интересно, что таких ситуаций прямо один на один, я, по-моему, даже не видел нигде, это что он взял все торы, торы, это типа как все артикулы, что он писал от Рабинахмана, и потом в книге Ликуте Аллахот, Ликуте Аллахот, другая книга, Ликутейт Филот, Ликутейт Филот, это типа взять количество молитвы на каждый урок, что там был, и он молился на этого, если там был урок на как мужчина должен бережить его глаза, его мысли, так потом был прямо молитва, молитва очень красивая слова, такие личные слова, не типа как молитва шмунайсры, и кроме этого он говорил потом, что человек должен на каждое, что он учит, и что он хочет в духовном, молиться за этого. Так нам всегда надо, если мы сейчас хотим, чтобы мы сейчас будем учиться, что это вера, как быть, или не вера, надо в конце молиться за этого, что Дамашем это всегда дал, и всегда тоже молиться за этого. Так, сделаем так опять, что мы говорили. Как мы изначало будем чинить наши качества и характеры, изначало нам нельзя падать, нам нельзя быть грустны, каждая ситуация, что мы упали, это хорошо для нас, мы должны от этого стать. Два, нам надо найти ситуации, где они проблематичны нам изначало, и узнавать их изначало, и понять, что у нас сейчас какая-то ситуация, что нам надо чинить себя. И третье, это молитва. Так, закончим тоже молитву, чтобы Намашем, дай Бог, что мы сейчас говорили, чтобы Намашем всегда дал силу, что если мы падали в каком-то грехе, или мы хотели в чем-то быть лучше, если это в духовном, если это в материальном, неважно, чтобы Намашем всегда дал силу быть успешным в этом, если мы упали в чем-то, и нам не пошло, как мы хотели, чтобы Намашем дал радость всегда, чтобы мы должны понять, что это был его желание. Кстати, еще одну вещь, это надо понять всегда тоже, Даже если мы упали в какой-то ситуации, мир, можно сказать, он целится на две ситуации. Когда человек говорит, я хочу сейчас быть лучше в духовном работе, изначально Ашем ему дает опцию, что он может выбирать, если быть хорошим или плохим. У него есть работа, у человека это. Так это до ситуации, после ситуации, даже не важно, что там было. Человек делал, что он делал, у него пошло, у него не пошло, не важно. После этого это только желание Ашема. Имеет в виду, что если мы сейчас старались, чтобы не падать грусть, когда, не знаю, у кого-то еще дух не пошел, или такие вещи, и мы молились, и все это. Но мы стали утром, и настроение так себе, скажем, надо понять, что это сейчас рецон Ашем, чтобы мы, рецон Ашем это желание Ашема, чтобы мы стали от этой ситуации. Так опять, до, это наша сила с помощью Ашема, что мы можем изменить, мы можем починить. Но если мы, у нас пошло так себе, и мы в этой ситуации упали, мы опять встаем, потому что это было желание Ашема. Чтобы нам Ашем дал силы всегда. Мы всегда смотрели на хорошего качества, что у нас есть, на свет, что у нас есть внутри, у каждого, из каждого из нас. И всегда мы ходили с верой, встали каждый день с улыбками, были сильны. И чтобы мы работали Ашемы с полной верой. Дай Бог вам здоровья, живите здоровы и богаты. Большое спасибо.